В Ленинском городском округе их осталось всего 53. Те, кто познал ужасы войны, еще будучи детьми, кто не понаслышке знает, что такое концлагерь. День Победы – это самый святой праздник не только для бывших малолетних узников фашизма. Более святого праздника, чем День Победы, не было у нас и не будет. В 87-летней Валентине Николаевне Сергеенко к началу Великой Отечественной было всего 7. Она до сих пор отлично помнит, как немцы пришли в родную деревню в Могилевской области, как выживала в концентрационных лагерях под Белоруссией и в Польше. Часто прилетали самолеты, бомбили, и женщины собирали, где Светланина ножка, где Наташина ручка. А я помню, меня перебросила через сарай в картофельную ботву. Вроде я оглохла, потом отшухалась. Нет. Валентину Николаевну и еще более 30 бывших малолетних узников фашистских концлагерей в преддверии Дня Победы поздравили представителей торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. С наступающим праздником! Вам здоровья, самое главное. Да, он всегда. Много-много лет жизни. Спасибо. Более двух лет назад члены торгово-промышленной палаты взяли, что называется, шефство над Ленинской организацией бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Всячески помогают и поддерживают ветеранов. Вот и в преддверии Дня Победы они не смогли остаться в стороне. Это, наверное, самый любимый праздник в нашей стране. К сожалению, людей, которые боролись за нашу независимость, за наше счастье, их все меньше и меньше. И было бы, наверное, неправильно, если бы в этот замечательный праздник, в преддверии этого замечательного праздника мы не поздравили их и не вручили им подарки. В среду 5 мая с наступающим праздником поздравят и ветеранов совхоза имени Ленина, поселка Развилка, а также тех, кто в силу здоровья не может выходить из дома. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. С наступающим праздником! Непокоренные! Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». «Видное ТВ»